МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Здравствуйте. Что ж, Людмила Евгеньевна, как вообще проходила работа в течение года в общественном экспертном совете по благотворительности? Ну, во-первых, сейчас такое время, да, предновогоднее. Хотелось бы прежде всего обратиться к нашим жителям, вообще ко всем севастопольцам, гостям нашего города. Вот в эти предновогодние дни как можно больше проявить какой-то благотворительности, любви к людям, потому что все хотят встретить Новый год, с чувством такой, не то что ответственности перед своим городом, а, наверное, с большим чувством любовью. Поэтому хочется, чтобы все вот эти акции, которые проходят, были направлены не просто как проведенное мероприятие, а именно для того, чтобы они были для города, для детей, для наших ветеранов особое внимание уделить, ну и для нас, севастопольцев, чтобы они были в радость. Для тех, кто нуждается. И особенно для тех, кто нуждается. Ну, на протяжении всего этого года, конечно, вы знаете, что общественный экспертный совет вообще-то сам является благотворительным, потому что мы все работаем на благо нашего города. Поэтому, естественно, все наши дела, все наши помыслы, все наши поступки направлены только на то, чтобы севастопольцем жилось лучше, чтобы мы решали совместно проблемы, чтобы не было у нас своих и чужих, чтобы в городе все было так, как вот мы хотели, как мы видели все это время, каким должен быть наш город. Ну, естественно, так как комиссия по образованию и комиссия по культуре и все другие очень много уделяют внимания именно благотворительности, хочется сегодня подытожить то, что проходило вот в этом году. В этом году прошло несколько фестивалей. Один из фестивалей «Любовь – это мир». Вот такой благотворительный фестиваль, в котором участвовали наши севастопольские ребята и даже были гости у нас из Крыма. Вот дети, вообще 200 лауреатов было. И, конечно, очень приятно, когда наши председатели комиссии, наши члены комиссии вручали вот именно подарки от себя вот этим деткам, которые победили в этом турнире. И сегодня очень хочется их поблагодарить, конечно, вот за то, что, ну, невзирая… У всех есть трудности сейчас, конечно, и всякие проблемы, но невзирая на это люди находили и время, и деньги для того, чтобы вот как-то радость такую преподнести детям. Это очень хорошо, да. Потом еще у нас очень интересная акция. Вы знаете, что… Ну, все знают о том, что в Севастополь вот буквально в декабре у нас, в общем-то, постигли нелегкие времена. Да. Вот. И мы создали такой центр, добровольческий центр милосердия. И вы знаете, мы сначала, когда, в общем-то, планер, ну, как бы решили, это стремительное было такое решение, мы решили помогать людям, потому что узнали, что люди не могут спуститься, не работают лифты, нет света, особенно кому. Это детям, многодетным матерям, старикам нужна помощь. И мы создали вот такой очень быстро центр добровольческий, назвали его «Милосердие». И вы знаете, что самое приятное, что именно мы стали искать волонтеров, обратились к жителям, обратились к людям в поиске волонтеров, чтобы помогли как-то вот решать эти проблемы, особенно стариков. И вы знаете, хочется сегодня поблагодарить студентов наших Севастопольского государственного университета, особенно Алину Белову. Эта девочка-студентка, она сразу откликнулась на вот наши призывы, приехали к нам, привезла еще 10-12 человек, мы установили там, ну, поочередность, как они будут помогать. Но вот смысл даже не в том, что вот сколько их человек, да, а смысл в том, что ребята понимают, молодежь понимает, что они нужны городу и нужны их руки. Вот это самое важное, что у нас растет достойная смена. Отзывчивость, да. Да, отзывчивость. Ну, еще хочется сказать про ветеранов, потому что вы знаете, что мы все должны помнить, и вообще это наш долг и святая обязанность, да, делать праздник не только 9 мая, а чтобы этот праздник для них, не то что праздник, а вот эту победу они чувствовали каждый день. И вот я хочу передать слово Рите Александровне, и она о наших коллегах тоже скажет. Да, пожалуйста, Рита Александровна. У нас есть такая комиссия, это по транспорту. И вот руководитель это Лазарева Алла Николаевна, в общем, ну, в принципе, это даже традиционно, да. Наши таксисты подвозили всех ветеранов на 9 мая на парад, там потом забирали, отвозили, в общем-то, дома. Но это не заканчивается только 9 мая. На самом деле у них такая акция, как бы, ну, такая вот форма, форма такой работы благотворительной действует до сих пор. То есть там, когда нужно, обращаются ветераны, кого-то отвезти там в больницу, в поликлинику или что-то, ну, такие вот какие-то неотложные дела, они это делают. То есть это тоже, как называется, ну, победа каждый день. То есть вот такую вот помощь оказывают. Вот, ну, сами понимаете, что, как бы, тоже люди зарабатывают вроде бы на этом деньги, но, а вот для ветеранов делается вот такая вот благотворительность и подвозят их совершенно бесплатно. Ну, это замечательно, что такие вещи продолжаются и по сей день, и надеемся, что будут продолжаться и дальше. Ну, я еще хочу немножечко сказать, вот у нас тоже проходили такие вот мероприятия перед Победой, там, Сады Победы, значит, потом сирень сажали. И на самом деле там очень много вот вложили сами садоводы, то есть выделили растения, ну, свои вот это вот, сами сажали, помогали. И опять-таки вот это дело направлено на то, чтобы наш город стал краше. Ну, краше, потому что кто-то вырубает, а кто-то сажает и старается сделать. Ну, я еще хочу сказать, вот у нас как бы молодая такая комиссия вот эта народных промыслов, она создалась где-то в апреле, и сразу мы включились тоже в работу. И вот одно из первых такое, ну, наших мероприятий было, это фестиваль «Город детства» в Парке Победы. И мы пригласили, ну, то есть приглашали с участию там всех, всех жителей, кто вот гулял, потому что Парк Победы, в общем-то, любимое место прогулок, особенно в июне уже еще не сильно жарко, но еще уже солнечно и хорошо, да. Вот, и к нам приезжали там дети из детского дома, с ними проводили мастер-классы, в общем-то, каждый ребенок ушел с подарком. Причем подарок, сделанный своими руками, им показали, как это сделать, они выбирали, что они хотят сделать, ну, и потом был там организован такой сладкий стол для этих же детей, ну, причем сладкий стол – это не покупные изделия, а те изделия, которые, ну, вы спекли, там, в общем, сделали сами члены комиссии, то есть мы угощали ребяту такой домашним. Вот, вот такие вот. Да, ну, мало того, что это личное творчество, так еще и, как бы, подарки детям. А, Людмила Евгеньевна, а что касается планов до конца года, что еще планирует Общественный экспертный совет реализовать? Да, значит, я хочу еще сказать и о том, что к нам, вот, как бы, уже наш совет общественный стал известным в городе, и обращаются очень часто люди, и вот совершенно недавно в эти дни обратилась Елена Августович, руководитель танцевальной студии «Марта». Ну, и она предложила нам вместе организовать такую акцию благотворительную новогоднего представления. И мы, конечно, с радостью откликнулись на это предложение, так как вообще здорово, когда люди делают такие подарки детям. И тем более, знаете, как в новогоднюю ночь, все ждут каких-то чудес. И вот мы, в общем-то, познакомились с этим танцевальным коллективом, и я хочу сказать, что я даже сама не знала, что, оказывается, этому танцевальному коллективу уже 15 лет. В нем более 300 детей занимается. И количество наград нас, ну, просто, вы знаете, просто такое неожиданно поразило нас. 400 дипломов, 60 кубков и 500 медалей. То есть там даже награды мирового уровня были? Да, да. Там даже руководитель вообще, сама руководитель Марта, хореограф Марта Августович, она главный хореограф. Так она чемпионка мира в стиле данс-холл. Да, представляете. Ну, в общем, мы, конечно, очень рады. И чем вообще нас хотят поразить эти артисты, юные артисты? Ну, со слов руководителя севастопольских детишек ждет потрясающий, конечно, сюрприз. С 26 декабря по 10 января танцевальная сказочная комедия «Золушка» и полюбившаяся сказка «Морозка». В представлении будут заняты 100 танцоров. И 4-5, самое главное, 4 января, 5 января 2016 года в «Кристалл-холле», это прекрасный, конечно, зал, будет для наших детишек, для семей из семей, ну, не совсем как обеспеченных, мало обеспеченных, да, социальных, многодетных, для детишек-инвалидов, будут даны вот два представления. И уже сейчас вот у нас было 800 билетов, вот, и уже все эти билеты мы распределили, и у нас, в общем-то, получились и многодетные, и мамочки-одиночки, и инвалиды дети. Ну, в общем, кто вот, как мы смогли организовать это уже, вот, сами понаходили такие семьи, вот, ну, дети получат билеты. Ну, это благотворительность, это абсолютно бесплатно. И это абсолютно бесплатно, тем более в таком «Кристалл-холле», это прекрасный зал, вот, многие вообще даже не знали о его существовании, но хочется, чтобы дети увидели красоту, и вот эту необыкновенную сказку, и побывали в этой сказке. Конечно. Вот, это очень здорово. И еще вот я хотела остановиться на акции, которая прошла 4 ноября, это в День Единства, да? Да. В то время, когда, вот, севастопольцы наши отмечали этот праздник, на площади Нахимова развернулось большое гуляние. И была и красочная ярмарка, и, значит, наши вот народные умельцы принимали участие в этой ярмарке. Но особый интерес у присутствующих на площади людей вызвали волшебные двери с интересными загадочными названиями. Вы, наверное, помните, да? Дверь в мечту, дверь в богатство, дверь в страну знаний, дверь замужества. Вот эту акцию мы организовали, чтобы как-то, ну, людям поднять настроение, вот, поддержать их где-то. И вы знаете, что? Столько людей было, стояла очередь, чтобы написать свою мечту и повесить на нашем дереве мечты свое сокровенное желание. И о чем мечтают севастопольцы? Какие пожелания они оставляли гостям города? Вы знаете, что, ну, вот, просто это дерево мы до сих пор читаем, вот сейчас снимаем, анализируем, что же хотели больше всего севастопольцы. Но я вам хочу сказать, что в дверь счастья и любви хотели зайти 10% вот тех, кто участвовал. Значит, ну, в дверь, самая большая дверь, это у нас, которая приняла практически 80, где-то 70% это люди, которые хотели мира. Понимаете, дверь мира, любви, заботы, внимания. И очень много пожеланий оказалось, на первом месте, кстати, пожелания к президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Да, слова благодарности, слова вот такой любви, признательности. Ну, это, конечно, очень здорово. А вот гости из Санкт-Петербурга написали, что они полюбили Севастополь за его неугасающую энергию. Старшее поколение обратилось к молодому с просьбой любить и беречь Матушку Россию, сохранять традиции Севастополя. Ну, вообще, вот такие акции, понимаете, они настоящие, живые. Они отражают вот именно настроение людей. И хочется вот предновогодние еще вот такие дни, конечно, пожелать всем счастья. Люди должны быть счастливы на этой земле, в этом городе. Так что очень хочется... И обязательно будут счастливы. Чтобы сбывались их мечты. Рита Александровна, а вы тоже были на ярмарке, да, насколько я понял? Да. И что вы там представляли? Не, ну, у нас наши умельцы, все севастопольцы, к нам приехали тогда гости из Симферополя, ну, из Крема, будем так говорить. Они представляли свои работы, свои изделия, и, в общем-то, это очень было, ну, тоже интересно. А также там проводились и мастер-классы. Опять-таки, можно было что-то сделать своими руками, вот, получить подарок. Я хочу сказать о том, что вот у нас сейчас опять будет предновогодняя ярмарка на Нахимово. Предновогодняя ярмарка, вот, начинается 23-24-го на балконе, ну, это место между дворцом детства и юности и имбиумом. Вот, традиционно. И там будет проходить такая акция, изготовь новогоднюю игрушку сам. То есть мы заготовили, ну, заготовки определенные, надо будет раскрасить там. Вот, но вообще мы задумали, что это игрушки, вот, подари городу. Вот, такое вот тоже, такая вот возможность, это можно, ну, чтобы можно было, может быть, пожелания какие-то написать. То есть нашему городу вот такие вот игрушки от жителей. А вызывает интерес у жителей города вообще вот такие поделки своими руками? Да, да, вы знаете, у нас, например, ну, я вам хочу сказать, что самое популярное – это гончары. Очень многие, ну, просто к ним стояла очередь. Вот у нас есть замечательные гончары, вот, и у них мобильный такой круг, который они, ну, он именно сделан, как в старину. Там никакое не электричество, ничего, просто крутишь ногой и, в общем, делают. Это просто вообще, настолько всем хочется потрогать эту глину, попробовать сделать что-то своими руками. Причем от, буквально от маленьких детей и для совершенно взрослых людей, которые тоже вот, ну, вот, видимо. Что ж, у нас совсем не остается времени. Спасибо большое, что пришли в студию и ответили на вопросы. Спасибо. Это была программа «В контексте». Следите за развитием событий вместе с информационным каналом Севастополя. До встречи в эфире.